Привет, друзья! Quest 2, вышедший несколько лет назад, до сих пор отличный шлем. Я до сих пор его рекомендую большинству людей, которые спрашивают, какой первый шлем им приобрести. Конечно, недавно появился Pika 4, так что теперь хотя бы есть какой-то выбор. Но, в целом, это всё ещё отличное устройство. Но если вы имеете его достаточно давно, возможно, вы хотели улучшить его максимально. Можно, конечно, установить дополнительную батарею, какой-нибудь фонарик, ещё какие-нибудь приблуды на контроллеры. Но, в целом, основной функционал шлема не изменяется. Это всё тот же шлем с трекингом самого шлема и контроллеров по камерам шлема. И поэтому у этого шлема есть некоторые ограничения. Когда я делал обзор на игру Climb 2, это мне, наверное, больше всего бросалось в глаза. Когда ты пытаешься зацепиться где-то, и тебе нужно повернуться в сторону. И в Loan Echo 2 вот эти две игры больше всего, конечно, такого в Loan Echo. Потому что ты постоянно куда-то смотришь по сторонам. И в нулевой гравитации это как раз то, как задумывалось, что ты будешь перемещаться. Оригинальная Loan Echo вышла во времена оригинального Oculus Rift. У которого были сенсоры и датчики по комнате. Поэтому не было никаких проблем с трекингом за спиной. Но когда выходил Loan Echo 2, основным шлемом компании Oculus уже стал Oculus Quest 2. И поэтому, скажем так, надо было переучиваться к управлению. То есть, если ты хочешь оттолкнуться от стены, то ты выбираешь направление. Потом ты смотришь обратно на стену, где ты зацепился рукой. Чтобы система знала, где твоя рука. Отталкиваешься и тогда уже поворачиваешь голову. Это, наверное, единственная ситуация, когда я был недоволен контроллерами и трекингом Quest 2. В остальном никаких претензий нет. Ты можешь заводить руку за плечо. Ты можешь быстро хватать что-то с пояса. И все это тречится. Все, никаких проблем. Даже быстрые перемещения за спиной. Та же самая ситуация, если ты зацепился за стену, но ты быстро все сделал. Посмотрел на стену, отвернулся и оттолкнулся. То в большинстве случаев все еще будет работать. Потому что предугадывание происходит по акселерометраму контроллера. И поэтому никаких проблем, в принципе, больших нет. Но! Проблема была решена с выходом Quest Pro. На Quest Pro у нас контроллеры новые. Вот такие вот маленькие, без колечек. И на каждом контроллере есть по три камеры. Так что каждый контроллер отслеживается сам по себе. Это как бы полноценное автономное устройство. В нем есть чип Snapdragon. Оно само обрабатывает данные. И потом уже передает данные своего положения самому шлему. И понятное дело, что эти контроллеры на шаг вперед продвинулись. По сравнению с традиционными контроллерами с кольцами. Которые отслеживаются просто по камерам шлема. Потому что с этими контроллерами ты можешь их завести за спину. Ты можешь их засунуть под стол. Ты можешь их засунуть себе под майку. Если достаточно освещения для камер. То они будут работать. Но если вы смотрели мой обзор на Quest Pro. То первое, что я сказал, что... Нужен ли вам шлем Quest Pro? Ответ на этот вопрос простой. Нет. И если вас удовлетворяет такой ответ. То в принципе вы можете закрыть видео со спокойной душой. И отправляться заниматься своими делами. Большинству людей он не нужен. Он стоит полторы тысячи долларов. И улучшений в нем недостаточно много, чтобы обосновать цену. Плюс там были разные косяки с софтом. Плюс там были разные проблемы с... Например, отсутствием сенсора глубины. Который вырезали в последний момент. Но это вы можете посмотреть в отдельном видео. Но главное, что там было, что... Вот можно было использовать эти контроллеры. И компания Мета, они явно сразу продумали этот момент. Что наверное люди с Quest 2 захотят использовать контроллеры от Quest Pro. И они пообещали, что до конца 2022 года эта поддержка появится. И она в принципе появилась. В самые последние дни. И вот в новом году я взял контроллеры от Quest Pro. Должил на работе. Взял шлем Quest 2. И решил таки попробовать, стоит ли оно того. Но сначала я расскажу вам про нашего спонсора. Спонсор этого ролика виртуальные очки. Компания, которая оказывает высококачественный ремонт и сервис VR и AR устройств. В короткий срок до 5 дней и с гарантией до 12 месяцев. Они ремонтируют практически любые устройства VR и AR. От популярнейшего Oculus Quest 2 до премиальных Valve Index и Vive Pro 2. Диагностика вашего оборудования до ремонта всегда бесплатная. А компания успешно работает как с юридическими, так и с физическими лицами. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. А всем моим подписчикам скидка 10% на услуги их сервисного центра по промокоду TITVR1. К слову, сразу скажу, что отдельно купить контроллеры Quest Pro, если покупать напрямую в США, то будет стоить 300 долларов. Через посредников понятно, что цена будет больше. 300 долларов это цена самого шлема Quest 2, когда он только вышел. В прошлом году цена поднялась до 400 долларов, но до этого он стоил 300 долларов. И столько же стоят два контроллера. Но если вы большой VR энтузиаст, и если вы используете постоянно Quest 2 и не планируете его улучшать, то в принципе, ну почему бы и нет, если оно хорошо работает. И в целом, в целом я скажу, что работает более или менее. У меня есть несколько претензий, о которых я сейчас скажу. Но в целом трекинг работает отлично. Происходит все то же самое, когда вы запейрили эти контроллеры с Quest 2. Вы не можете одновременно использовать старые контроллеры и эти контроллеры, потому что максимальное количество контроллеров, которые может быть подключено к Quest 2, это два контроллера. Поэтому придется старые контроллеры анперить и запейрить новые контроллеры. И когда вы их подключили, вы включаете шлем, вы включаете контроллеры буквально секунды 2-3, когда они находят местоположение относительно друг друга, и виртуальная модель, она отрисовывается там, где она должна быть. Несколько претензий. Первое, то, что когда вы с этими контроллерами, даже если вы их держите прямо перед шлемом, они находятся прямо перед вами, но вы совершенно не двигаете рукой, то почему-то в Oculus Home, в родном окружении Oculus, руки улетают. Они опускаются вниз. Я не знаю, задумано ли это, что руки должны сами опускаться, но это немного раздражало, потому что первое, где ты тестируешь эти контроллеры, это, конечно, в родном окружении. Ты запускаешь шлем, ты подключаешь контроллеры, и ты видишь, что да, они отлично третчатся, да, они заводятся за голову, да, они третчатся за спиной, потом ты немножко замираешь, в какой-то момент ты что-то в меню выбираешь, да, и у тебя рука просто остановилась. И раз, она ушла вниз. Ты чуть-чуть подвинул контроллер, раз, она вернулась. Это очень странно. Я надеюсь, это пофиксит, потому что это делает рассинхрон какой-то. У тебя мозг думает, ну, как бы, я руку не опускал, а почему она опускается? Ну, неприятно вообще. Вторая проблема в том, что когда вы кладете шлем на стол, то есть вы поиграли, там, не знаю, час-полтора, у вас еще есть батарея, или у вас дополнительный пауэрбанк, в общем, вы не ставите его на зарядку, вы просто его положили, вы положили контроллеры, у контроллеров очень маленькая батарея. Если вы привыкли к тому, что батарейки в контроллерах Quest 2 надо менять раз в месяц, максимум раз в две недели, если вы просто круглые сутки играете, то здесь от пяти до десяти часов у вас контроллеры будут работать. И поэтому, если вы будете забывать их заряжать, то в следующий раз, когда вы возьмете шлем, попытаетесь поиграть, а батарейки пустые. Их сменить нельзя, они встроены на аккумуляторы. Поэтому надо использовать зарядную станцию и постоянно класть эти контроллеры на зарядную станцию. Было бы классно, если бы была какая-то зарядная станция как для Quest Pro, только для Quest 2, чтобы можно было заряжать одновременно шлем Quest 2 и контроллеры от Quest Pro на одной тарелке. Но такого пока нет. И третья претензия у меня в том, что когда ты поднимаешь шлем, когда он, ну, допустим, вечером ты его положил, утром ты взял, чтобы поиграть дальше, в половине случаев на прошивке 48, я на 49 не пробовал, в 48 прошивке, в половине случаев, контроллеры просто не подключаются. Просто не подключаются контроллеры, они невидимые в виртуальном окружении. Для того, чтобы их подключить, надо перезапустить шлем. Это очень раздражает. Один дополнительный шаг, из-за которого я стал играть меньше на Quest 2. В последние дни я вот залип в Puzzling Places. Я играл. Это игра, в которой ты собираешь как пазл трехмерную модель какого-нибудь здания или какого-нибудь автомобиля. В общем, 3D-скан ты собираешь как мозаику. Мне очень нравилось использовать эти контроллеры. Они легкие, они маленькие. Ты можешь сводить руки очень близко друг с другом. Кольца не мешают, не бьются везде. Ты можешь подносить что-то очень близко себе к лицу. В общем, мне очень нравилось. Но вот я вот играл в какой-то уровень, так как я выбираю сложный, там очень много деталей. За одну сессию ты не соберешь одну мозаику. Поэтому я положил шлем. Через час я его взял. А все, а контроллеры не отслеживаются. А игра не работает без контроллеров. К сожалению, там нету трекинга рук. И все, надо перезапускать шлем, потом запускать игру. Ну, это дополнительный минус, из-за которого я просто в один момент я решил, я не буду просто продолжать играть. Во всяком случае, до момента, или как они починят все, или до момента, как я подключу обратно контроллеры от Quest 2, родные, у которых нет проблем таких. Вот такие претензии. Но большинство из этих претензий все это можно исправить в софте. Возможно, в 49-й прошивке уже было улучшено. Я еще не попробовал, она мне еще не прилетела на шлем. Но теперь я хочу поговорить о том, стоит ли вам покупать эти контроллеры. Как вы, наверное, уже знаете, если вы следите за новостями VR, в этом году, в 2023 году, в октябре, на MetaConnect с 99% вероятностью будет анонсирован новый потребительский шлем компании Meta, MetaQuest 3. Это будет опять дешевый или дешевый шлем Ценовой категории Марк Цукерберг сказал, что между 300 и 500 долларов он будет стоить. И изначально мы думали, что этот шлем будет иметь такие же контроллеры, работающие по такой же технологии. Не один в один, потому что это дорогая модель, но будет трекинг по камерам. Но последние утечки указывают на то, что все-таки они решили использовать контроллеры с кольцами. Я понимаю это решение, если они хотят снизить цену, то проще использовать то, что уже дешевые. Контроллеры Quest 2 можно было купить дополнительные, по-моему, за 59 или 69 долларов за штуку. Поэтому несложно предположить, что для самой Meta комплект из двух контроллеров будет стоить, ну, скажем, 80 долларов. Это я имею в виду стоимость производства этих контроллеров для них самих. Так вот, если Quest 3 будет использовать контроллеры с кольцами, я уверен практически полностью, что Quest 3 будет также поддерживать и контроллеры Quest Pro. То есть, если вы купите сейчас эти контроллеры, я так думаю, это все спекуляции, то вы сможете их использовать для Quest 2, для Quest Pro и для Quest 3. Если это так, то, в принципе, 200 долларов как аксессуар, если вы постоянно играете в какие-нибудь активные игры или что-нибудь, ну, вы просто хотите даже минимальное улучшение трекинга контроллеров, то, по мне, это неплохая идея. Не экстремально дорого. Просто если сравнить альтернативы, допустим, вы бы хотели использовать индекс контроллеры с Quest 2 и Quest 3. Для этого вам бы пришлось купить минимум две базовые станции, это 300 долларов, пара контроллеров Valve Index, это еще 300 долларов, и использовать или сторонний софт для синхронизации двух систем координат, или купить шайбу Vive Tracker или Tundra Tracker, который бы вы установили на шлем, это еще 100-150 долларов. По сравнению с этим, 300 долларов за пару контроллеров, это не так уж и дорого. Но, тем не менее, это, возможно, это цена Quest 3. Я не могу конкретно всем сказать, вот прямо вот сейчас покупайте. Тем более, нет подтверждения, что контроллеры будут работать с Quest 3. Это все мои мысли. Но просто это было бы логично, что если они используют контроллеры с кольцами дешевые, то они будут и предлагать и дорогую альтернативу, тем более, что дорогая альтернатива уже продается. Вот это мой обзор на контроллеры Quest Pro, работающие в связке с Quest 2. На данный момент, пока софт не будет починен, я вернусь на оригинальные белые контроллеры Quest 2. Но в будущем, особенно с выходом Quest 3, тогда я решу все-таки раскошелиться и взять пару контроллеров Quest Pro, чтобы они работали и с Quest 2, и с Quest 3. Чтобы у меня была возможность и там, и там играть с этими контроллерами. На этом все. Спасибо за просмотр. Пишите, что вы думаете про контроллеры Quest Pro в связке с Quest 2, или просто как отдельное устройство. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, если вам понравилось, палец вниз, если нет. И мы увидимся с вами в виртуальной реальности. Подписывайтесь на канал,